Ну а перед тем, как я расскажу вам свою интересную и необычную историю об iPhone X и мы сделаем антбоксинг, я хочу рассказать, что недавно я вернулся из Абу-Даби, это город-столица в Арабских Эмиратах, и я привез оттуда очень качественный влог. Я постарался совместить его с большим количеством красивых кадров, и видео вполне себе получилось довольно интересное. Ссылочку на него я оставлю в описании. После просмотра этого ролика сможете посмотреть, либо смотрите ролик до конца. Вот здесь будет кнопочка, можно будет на нее нажать и прям сразу перейти на видео. Ну а сейчас давайте послушаем мою интересную историю про iPhone X. Всем привет, друзья, меня зовут Тимур, и сегодня я хочу поделиться с вами своей историей, как я смог купить iPhone X в день старта продаж без предзаказов, без каких-либо очередей, и самое главное, без переплат. 3 ноября это день старта продаж iPhone X по всему миру, в том числе и в России, но очереди за ним начали собираться за несколько дней. Насколько я знаю, с 27 октября люди стояли в очереди на Тверской, в рестор, для того, чтобы первыми успеть купить iPhone, не знаю для каких целей, для себя или на перепродажу, но тем не менее, они стояли там с 27 числа. Вот если прям в день продаж, прям 3 ноября мы заходим на Юлу и смотрим, уже перепродают, смотрите, начиная от 84 тысяч, то есть наценка получается всего 5000 рублей, вплоть до 155 тысяч, столько хотят за новый iPhone в день продаж. У меня же история намного проще, друзья, я все-таки считаю себя немножко более развитым, чем стоять в очереди несколько дней, поэтому просто 3 ноября, даже не с утра, я просто пришел в рандомное Nvidia и мне сказали, что у них айфоны закончились, но они пробили их по базе и сказали, что вот в Nvidia на Войковской айфоны еще есть. И, собственно говоря, это самая интересная часть истории. Амир, куда мы едем? Мы едем в Метрополис. За последним айфоном, друзья, чтобы не соврать, вот сейчас 7 часов вечера, 3 ноября, мы не делали предзаказ, мы не сидели в очереди целую ночь, мы просто сейчас едем в Метрополис, в Nvidia, в надежде, что там еще есть айфон. Но как нам сказали? Ты дурак. Там один, один айфон там остался, а мир не верит в то, что мы можем успеть. А я думаю, что как раз последний айфон мы и ухватим. Ну хорошо. А-ха, друзья, короче, время, 3 ноября, покажи, сколько время. 3 ноября 20.06, мы выходим из Nvidia, и что у меня в пакете? Амир, достань, что у меня в пакете. Без предзаказа, без ничего, друзья, последний, последний айфон X в Москве. Мы были в другом Nvidia, нам консультант пробил, сказал, что у них уже закончилось, во всей сети закончилось, только здесь остался один. И типа, и то их там было 20 час назад, и вот мы приехали один, и мы его забрали. Без очереди, без предзаказов. Что ж, пойдемте теперь его вскрывать? Короче, история повторяется из года в год. Из года в год, друзья, люди стоят в очередях, и при том не в тех. То есть, они стоят в хайповые ресторы, в Apple Store, куда-нибудь в ЦУМы, в ГУМы, где начинается официальный старт продаж, куда приезжают телевизионщики, и совершенно забывают о том, что айфоны можно купить и в других местах. При том, что, ну, как бы это открытая информация, и все об этом знают, что были и предзаказы, но была еще и живая очередь. То есть, не обязательно за несколько дней заказывать, можно просто прийти в день старта продаж в Nvidia, например, вот как я, вечером, то есть, даже не обязательно с утра. Вот мы пришли в 7 часов вечера, казалось бы, был час пик, но, тем не менее, мы пришли, хоть это был и последний айфон, и мы очень сильно рисковали, но, тем не менее, друзья, в руках. У меня сейчас последний доступный в Москве айфон на день старта продаж. Когда будет следующий завоз, неизвестно. Скорее всего, вообще, ближе к февралю, потому что сейчас новогодние праздники начнутся, Рождество, там, потом у нас в январе мы отдыхаем 13 дней, и всем будет не до айфонов. И поэтому, возможно, это действительно самый последний айфон в Москве, который не у перекупщиков, и он, друзья, у меня. Давайте же его вскрывать. У меня есть анбоксерский тут меч, но он не нужен, потому что айфоны открываются очень просто, вот так. Что касательно версии, то это белый айфон X на 64 гигабайта, который на данный момент стоит 79 тысяч рублей. 79 990, если быть точным. Это самый дорогой телефон, который я когда-либо держал в руках. Даже айфон 8 плюс на 256 гигабайт стоит 76 тысяч рублей. Напомню, что он вышел всего лишь два месяца назад. Итак, собственно говоря, вот он наш сам айфон. Честно, вот сразу мое мнение, друзья, насчет дизайна. В целом дизайн у десятки мне изначально не нравился. Ну и думаю, как и всем из-за вот этой камеры. Ну потому что это выглядит слишком уж по-уродски. Особенно если сравнивать с айфоном 8 плюс, ну к этой камере в принципе уже все привыкли. Ну а вот это вот, это реально какое-то уродство. Особенно на белом айфоне это очень сильно выделяется. На черном это не так заметно, но на белом это прям какой-то ужас. Плюс вот это серебро по краям, что это такое? Что это за дизайн времен третьего айфона? Но тогда это еще выглядело нормально. Но сейчас вот это вот серебро, оно, честно говоря, выглядит немножко дешево, знаете, как на каких-то прям супер турбовых китайских подделках. Это не дизайн телефона за 79 тысяч рублей. Но это максимум какой-нибудь китаец с двумя сим-картами за 13. Вот столько бы я сказал, сколько стоит этот айфон. Но мы все знаем, что айфон X хайп. Именно поэтому на него такая цена. Что у нас еще есть в коробке? Адаптер, Ростест, наушники AirPods с переходником и зарядный кабель. Ну то есть тут все у нас по классике. Что касательно инструкции? Для тех, кто не в курсе, может быть вы до сих пор не знаете, в айфоне X нету кнопки. Как бы восьмерки ее тоже нету, она сенсорная, но тем не менее она здесь присутствует. Здесь ее нету вообще. То есть это просто стекло. Разблокировка происходит с помощью Face ID, который мы сейчас, кстати, с вами будем настраивать. Но для начала еще пару слов о дизайне. Что касательно размера, вот это айфон 8+, многие считают его достаточно большим. Ну то есть в моей руке, допустим, он сидит нормально, у меня лопата довольно огромная, я говорю про свою руку. Но для большинства людей это телефон слишком большой, слишком тяжелый. Вот вам для сравнения айфон 8+, айфон 7, который по размеру такой же, как айфон 8, и айфон X, который должен стоять вот так. То есть он получается что-то среднее между размером 7-8 и 7-8+. Первая же картиночка говорит нам о том, что, дружище, все, кнопки больше не нужны, и даже сканер отпечатка пальца вот здесь сзади не делают, как у Samsung, как у Xiaomi, как у практически всех современных смартфонов, потому что, ну типа, а зачем, если можно разблокировать с лицом? Я думаю, что это наверняка функция удобная, мы сейчас обязательно это попробуем. Ну, а в целом, отличий-то больше и нету. Ну, как бы кнопки громкости, включение, все то же самое. Но что касательно остального, то все то же самое, друзья, краткое руководство пользователя, наклеечки, и самое главное, что есть скрепочка. Потому что, когда я покупал айфон в Америке, например, там этой скрепочки не было, то есть сим-карту переставить это проблема, если вы делаете это на месте. Ну что ж, собственно говоря, насчет анбоксинга все. Давайте включим этот айфон и попробуем его настроить. Обратите внимание, что кнопка включения стала в два раза больше. То есть вот на восьмерке, вы видите, она такая маленькая, на десятке такая прям огромная плашка. Непонятно, зачем она такая нужна, но она есть. Айфон 10 называют по-настоящему первый безрамочный смартфон. Давайте посмотрим, насколько тоньше стали рамки. Ну, вообще существенно. Я бы не сказал, что смартфон стал прям совсем безрамочный, но рамки точно тоньше, чем, например, на восьмерке. Ну что ж, давайте быстренько его настроим. Вот это, кстати, очень полезная и удобная штука. Если у вас есть уже айфон и вы хотите просто перенести все данные сюда, чтобы вручную его не настраивать, просто его нужно поднести поближе. И, по идее, должна произойти какая-то магия. И вот это, друзья, очень прикольная штука. У нас начинает крутиться какое-то синее облако, и его нужно просто поймать в камеру другого айфона. И после этого момента начинается какая-то магия. Я не совсем понимаю, как это работает, как это синее облако распознал старый айфон. Но, тем не менее, прямо сейчас у меня все данные со старого айфона переносятся на новый. И мне не нужно будет настраивать ничего, вплоть до пароля Wi-Fi. И вот это, на самом деле, очень удобная штука, потому что в случае, например, с смартфонами Samsung, там все это делается через провод. Вам нужен ваш старый либо айфон, либо андроид девайс, и вы все это через кабель подключаете, и только тогда у вас начинается синхронизация и выставление данных. Здесь же мы просто навели один айфон на другой, и данные начали переноситься. Но мне кажется, что проще уже тупо некуда. Вот мы и добрались до самой основной фишки, друзья, Face ID. Давайте посмотрим, как происходит процедура настройки. Сначала поместить лицо в рамку, затем вымпнуть круговое движение головой. Короче, сначала у нас собирали отпечатки пальцев, а теперь у нас хотят наши лица. Вот так по кругу мы вращаем, и все, так быстро. Пальцем нужно было долго водить, то есть вот так прикладывать его под одним углом, под другим углом, под третьим, потом еще раз. А здесь просто... Я просто поворачивал лицом по кругу, и все. Так быстро. Блин, это реально круто, и очень быстрая настройка. Реально, с пальцем нужно было прям тыкать, и там еще не всегда с первого раза получалось. Особенно, если палец чуть-чуть у вас намокший, там от пота, или просто он мокрый по каким-то причинам, то уже сканер не работает, категорически отказывает. У меня такое довольно часто бывало, а лицом, неважно, мокрое или не мокрое, покрутил. Блин, это круто. Притом, я уже видел ролик, где проверяли, работает ли Face ID на близнецах. Да, работает. Если вы посканируете свое лицо, и потом приходит ваш брат-близнец, неизвестно, это злой двойник или не злой, тем не менее, он iPhone разблокировать может без проблем. Единственный момент, который реально неудобный, и вот чисто от меня, от человека, который активно пользуется Apple Pay, потому что это удобно, просто телефон прислонил, вот так палец отсканировал, все оплатил, и пошел дальше довольный. Сейчас же у нас кнопки нет. Сканер отпечатка пальцев тоже нету, и у вас подтверждение Apple Pay будет либо через пароль, это значит, нужно шестизначный код будет вводить на iPhone, либо через Face ID. Я считаю, что это не совсем удобно, когда ты стоишь на кассе где-нибудь в супермаркете, и если раньше ты просто прикладываешь телефон и палец, хоп, у тебя все оплатилось, сейчас это, соответственно, должно выглядеть так. Ты прислоняешь, и вот так должен заглянуть в свой iPhone, вот так грозно еще на него посмотреть, и только после этого подтверждается оплата. Мне кажется, это не совсем удобно, но посмотрим при первый же выход в супермаркет, я это проверил, но мне кажется, что все-таки прикладывать палец, это было удобнее, чем сканировать для этого лицо. Ну и вот спустя пару минут я абсолютно ничего сам не делал, у меня полностью скопировались настройки, вплоть, смотрите, до точно такой же картинки на рабочем столе. Правда, теперь нужно подождать, пока скачаются приложения, потому что, вот видите, половинка из них серенькие. Но по сути это не так уж и важно, потому что самое главное нововведение, которого я реально ждал, это даже не Face ID, это даже не отсутствие кнопок, это портретная фронтальная камера. Какими магическими технологиями она работает, я не понимаю, потому что для портретного режима на задней камере нужно две штуки камер, спереди же она одна, и мне хочется проверить, насколько круто это будет работать, и это уже работает. Самое интересное, что при переключении обычной фронтальной камеры и портретной у нас картинка не кадрируется, как это было раньше на задней камере, то есть точно такое же изображение, просто фон размывается. Каким образом это работает, я не понимаю. Также можно поиграться со светом, дневной свет, можно поставить студийный, или вот самый мой любимый, это контурный, и делать четкие размытые селфи. Ну и вот результат самого первого фото селфи с размытым фоном на айфон 10 вы видите перед собой, мне кажется, что результат очень крутой, и теперь я думаю, что в моем инстаграме, ссылка на который, кстати, тоже есть в описании к этому выпуску, обязательно подписывайтесь, потому что там теперь будет намного больше качественных селфи. Еще одно нововведение, о котором сейчас шумят абсолютно все, это анимоджи, анимированные эмоции, которые считывают больше 50 лицевых мышц, чтобы, например, вы могли говорить за обезьяну. Кстати, анимоджи здесь доступны у нас не все, то есть, вот это весь списочек, у нас начиная от единорога и заканчивая обезьяной. Самое любимое это какашка, с которой поигрались уже сейчас абсолютно все, я же хочу что-нибудь менее мейнстримное. Я не буду останавливаться на какашке, я, допустим, остановлюсь на свинье, чтобы просто продемонстрировать возможности этих анимоджи. Она считывает больше 50 лицевых мышц, для того, чтобы отправить эту анимоджи, нужно просто вот на красный кружок ее записать, сказать любой текст, с любыми эмоциями, можно даже орнуть вот так, аааа, и, собственно говоря, просто нажать отправить, но проблема в том, что отображаться это будет только через анимесседж. То есть, по факту получается, что технология прикольная, но использовать ее можно только среди двух владельцев айфон, то есть, такое анимоджи, например, в WhatsApp, или в Telegram, или там ВКонтакте, отправить, к сожалению, нельзя. Тимур, смотри, пришли твои анимоджи, прикольно. Даже анимеседж не нужен. То есть, получается, в принципе, через сообщение на Android смартфон это можно отправить, но неизвестно, сколько это сжирает трафика, потому что, по факту, это видеофайл, который отправляется через смс-ку. Блин, это круто, ты орнул. Блин, нет, ну это прикольная штука, это забава. Да. На самом деле, я себе тоже захочу теперь. Такая прикольная фишка эта самая. То есть, тебе реально понравился анимоджи, и ты только ради этого хочешь купить новый айфон? Да, мне кажется, оно того стоит, это самообщение анимоджи. Ну, это было бы прикольно, на самом деле, если бы реально, я бы мог прямо сейчас эти анимоджи даже хотя бы в формате видеофайла отправлять через Telegram. Но пока такой функции нету. Возможно, с обновлениями iOS это появится, мы просто скрестим пальцы, чтобы это было действительно так. Но, опять же, для того, специальная фронтальная камера, которая пока что есть только в iPhone X. Ну и, в общем-то говоря, вот такой получился обзор и анбоксинг на iPhone X, притом в первый день продаж. Напоминаю, что без предзаказов, без каких-либо очередей, я просто хочу в очередной раз сказать, что не нужно следовать стадному чувству, не нужно идти за всеми, стоять в этих очередях. Я уже третий раз, друзья, покупаю смартфон вот таким образом. Просто иду в альтернативные места, где его тоже можно купить без очередей, на своем опыте вы видели, и, наверное, в следующий раз надеюсь, что вы точно так же сможете купить этот самый iPhone. Ну и, помимо всего прочего, я напоминаю, что недавно я был в Абудабе, снял там очень крутой влог, очень много красивых кадров и вообще в целом видео получилось позитивное, его почему-то даже не дизлайкают, наверное, потому что действительно получилось крутое. Если вот тут нажмете на ссылочку, то прям сразу можете на него перейти, либо клацайте по старинке по ссылке в описании. У меня на этом все, меня зовут Тимур, я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Счастливо и приятного просмотра влога из Абудаби.